Губернатор округа Александр Цибульский подтвердил намерение окружных властей начать строительство в следующем году школы-садов поселки Нельминос, завершить строительство школы номер 3 в Нарьинмаре и начать образовательный процесс в уже построенной новой школе в Индиге. Кроме того, Александр Цибульский заявил о том, что в 2020 году планируется построить фельдшерско-акушерские пункты в девяти селах региона. О планах окружных властей на предстоящий год глава региона сообщил накануне по окончании сессии регионального парламента. Кроме того, губернатор рассказал о том, какая работа была проведена региональной администрацией в течение 2019 года в части поиска инвесторов для реализации на территории Ненецкого округа крупных инфраструктурных проектов и привлечения в бюджет округа федеральных средств. А праздничество? В нашей стране способен построить объект такого размера. Рассказывал, объяснял. Действительно, сегодня, пожалуй, все сошлись во мнении, что Индига – это такой краеугольный камень с точки зрения выхода на северный морской путь. И сегодня я вам хочу предложить, что уже есть реальный инвестор, который, и вы об этом знаете, корпорация ION, во главе этого холдинга инвесторов, которые уже вложили первые 60 миллионов в доработку проектно-смертной документации. И в первые уже обследования территории сейчас уже консолидировали еще 200 миллионов рублей на следующий год. И, по-разному, уже выходят к проектно-смертным работам и будут выходить уже на территорию. То есть в следующем году мы увидим их уже реально работать. Вообще этот проект получает абсолютно практические границы, практическую окраску. Кроме того, губернатор сообщил о привлечении порядка 5 миллиардов рублей из федерального бюджета на реконструкцию аэропортов в Амдерме и на Ринмаре. Еще 2 миллиарда рублей в этом году федеральные власти направили на продолжение строительства дороги на Ринмар-Усинск. Эти средства мы получаем на условиях своевременного выполнения ранее заявленных планов по строительству дороги, добавил губернатор. Александр Цибульский затронул также вопросы жилищного строительства на территории округа. Я думаю, что вы все видите, что объекты строятся. Несмотря на ту критику, которую она вам сказала, мы действительно просили подрядчиков многих завершить строительство полностью до конца этого года. Но хочу всем еще раз сказать, что это были наши просьбы к подрядчикам, реальные контракты с подрядчиками двухлетних. И я и убеждал в конце прошлого года, и продолжаю это делать по итогам этого года, что цикл строительства на Крайнем Севере с учетом нашей логистики составляет 2 года. И заставляет нас делать за год то, что нереально, мы не можем. И в этом году даже идем вплоть до отказа подписания соглашений, поскольку на практике поняли, что мы не можем переварить за один год такой объем строительства. Тем не менее, большая часть объектов находится в высокой стадии готовности, и некоторые из них, в общем, будут сданы. И за это огромное спасибо подрядчикам, которые к этому подошли таким образом и, по сути, ударным трудом нам сделали пятилетку за два года. По словам главы региона, работа администрации Ненинского округа по итогам уходящего года была признана эффективной президентом России и правительством Российской Федерации. По оценке эффективности деятельности высших должностных лиц, субъектов федерации и деятельности региональных органов исполнительной власти, Ненинский округ занял 14 место. За что регион получил федеральный грант в размере 332,5 миллионов рублей на реализацию проектов социально-экономического развития региона. В заключении Александр Цебульский отметил, что в соответствии с уставом Ненинского округа в марте он представит парламентариям подробный доклад о своей деятельности и деятельности администрации Ненинского округа за 2019 год.